Всем привет, дорогие друзья! В эфире RainGameStudio, меня зовут Алексей Николай. Спустя хрен знает сколько месяцев тишины я вернулся сюда, чтобы что-то делать. Так получилось, что определенные жизненные обстоятельства заставили меня не только не заниматься YouTube, но и собственными проектами. Сейчас у меня появилась интересная задачка. Нужно реализовать пошаговую боевую систему в Unity. И в связи с этим я решил, что это достаточно интересная задачка, чтобы сделать об этом видео. Но достаточно сложная задачка, чтобы сделать об этом только одно видео, поэтому будет мини-сериальчик про создание пошаговой боевой системы в Unity. И прежде чем мы приступим, давайте немножко теории о том, какие вообще боевые системы бывают и что именно мы с вами вместе дружно будем делать. Первое. Боевые системы делятся на... Так, сейчас. Важный нюанс. Вся классификация, которую я сейчас буду рассказывать, придумана мной. Я не знаю, существует она на самом деле или нет. Если существует, то может быть она отличается от того, что я сейчас буду говорить. Но по опыту меня как геймера, я ее классифицировал определенным образом. Если я где-то накосячил, поле для комментариев всегда активно. Пишите на здоровье, буду рад почитать. Дальше. Возвращаемся к вопросу, что боевая система прошаговая бывает двух принципиальных типов и дальше уже внутри этих типов она может еще подразделяться на классы различные. И значит, это два типа таких. Первый тип, он характерен для классических JRPG, для таких около-RPGшных, околостратегических игр а-ля герои Меча и Магии, либо там Disciples. Это когда бой, когда он начинается, перемещается в отдельную локацию. То есть сам бой происходит не на глобальной карте, не там же, где находятся персонажи, а для этого подгружается отдельная локация, где происходит расстановка персонажей, которые, собственно, в бою участвуют, и дальше происходит весь бой. Второй тип, это непосредственно бой на той же карте, где происходит весь основной игровой процесс. Яркие примеры тому это фоллауты классические, первый, второй фоллаут, или игра, которая в моем понимании возвела эту механику уже в абсолют, а это Divinity Original Sin, что первая, что вторая часть, там, в принципе, боевая механика идентична. Во второй части еще добавился элемент высотности, что прям вообще прям красота. Но это об этом потом. Внутри этих типов можно подразделить еще два подтипа, то есть они могут комбинироваться, могут по-другому различаться. Когда в первом типе чаще всего встречается, опять-таки в JRPG, по-моему, такая как раз система была в Disciples, когда персонажи внутри боевой сцены не ходят. Они размещены на своих позициях, как в карточных играх по типу того же Гвинта, где у тебя есть линия пехоты, линия какой-то там, значит, дальнобойного, и линия артиллерии. И тут также, да, то есть персонажи стоят на своих позициях, заранее предопределенных им, и в нужный ход просто совершают действия. И второй вариант, какой был реализован в Героях, когда персонаж, собственно, может перемещаться по боевой сцене и уже в зависимости от этого применять те или иные действия, то есть атаковать, применять заклинания, или, может быть, просто идти дальше, или сбежать назад. Первый вариант, самый первый, когда мы комбинируем два первых варианта, это когда отдельная боевая сцена плюс этот, как его звать, плюс неходячие персонажи, когда они зафиксированы, как по мне, это максимально скучный вариант. Не с точки зрения игрового процесса, там, может быть, он обусловлен какими-то решениями геймдизайнера, а именно с точки зрения разработки, то есть там нечего делать. Вариант 1.2, когда отдельная игровая сцена, но персонажи могут ходить а-ля герои, это интересный вариант, но мы будем все-таки целиться прям на верхотуру, так сказать, к звездам через терни. Мы возьмем вариант и боевой сцены внутри основного игрового мира, и когда персонажи могут перемещаться свободно по этой самой боевой сцене, которая будет очерчена в рамках этого мира, при этом мир должен будет продолжать жить за пределами игровой сцены. Так что, например, в том же Дивинте можно было, то есть ты воюешь с кем-то, у тебя начался бой, все дела, а мимо просто проходил какой-то чувак, и он зашел в зону действия вашей боевой сцены и, соответственно, стал участником этих событий, его тоже поместили в очередь для ходьбы, и уже он может либо сбежать оттуда, либо продолжить участвовать в бою, а весь остальной мир за определенными пределами, он живет, то есть там дальше что-то происходит, вне PC ходят, персонажи ходят, все дела, но сейчас речь не про онлайн, а про обычную однопользовательскую игру, то есть онлайном мы не будем сейчас заморачиваться. Я уже начал реализовывать механики, соответственно, в течение где-то недели, возможно, полутора, я постараюсь выкатить второй ролик, в котором уже мы поговорим о практике реализации, то есть я покажу, как я реализовал первые какие-то элементы боевой системы, через что, через как, через где у меня будет игровой мир жить и каким образом мы будем это все реализовывать. Так как я говорю, мы с вами, это не просто потому, что я типа, мы с вами знакомо, я не знаю, еще какая-нибудь хрень, дело в том, что мне было бы интересно почитать ваше мнение и я по поводу методик проектирования и программирования подобных систем, если у вас есть опыт, если вдруг вы знаете еще какую-то игру, которая реализовала пошаговую боевую систему в открытом мире, ну, либо не в открытом мире, а, по крайней мере, чтобы бой происходил именно на той же игровой карте, где все остальное, аналогично Divinity Original Sin, то обязательно напишите об этом в комментариях, потому что мне тупо интересно, я люблю такие игры, я бы хотел в них поиграть, банально. Я знаю, что есть еще, этот, Вестланд, и, собственно, все, больше я игр таких не знаю, то есть Fallout, Вестланд и Divinity. Речь идет не о играх с активной боевой паузой, да, с активной паузой, это совершенно другая история, и она неинтересна, как помните. Еще у таких игр есть особенность, она состоит в так называемом понятии инициативы, то есть, когда по параметру инициативы игра решает, кто будет ходить следующим, и этот параметр может и должен меняться в процессе именно боевой сессии, то есть, кто-нибудь костанул на тебя, что ты стал таким дофига инициативным, и, соответственно, в следующий круг ты будешь ходить в первом. Или наоборот, на тебя наложили добавь без инициативности, и, значит, в следующий круг ты будешь ходить в последнем, и так далее. И последний момент, который тоже важно и нужно реализовать, и мы постараемся это сделать, это так называемый параметр отката, или cooldown, когда каждое умение имеет определенный параметр этого самого времени отката, он может быть установлен в секундах, может быть установлен в ходах, и я думаю, в ходах гораздо логичнее, чем в секундах. В секундах обычно он устанавливается в боях в реальном времени, а не в пошаговых. Например, в Fallout'е такого параметра не было, ты просто мог каждый ход подряд стрелять там из дробовика, бить топором, молотом, кулаком и так далее. А в Divinity у тебя есть какие-то ходы, которые ты можешь делать каждый свой ход, какие-то действия. А есть заклинания, либо умения, которые там раз в два хода, раз в три хода, или вообще один раз за бой. Эту вещь, соответственно, тоже нам нужно реализовать для того, чтобы боевая система была полноценной и комплексной. О каких-то там классах, умениях, деревьях, умений сложных или еще о чем-то мы сейчас не говорим, потому что это совершенно другая история и в другую стель. Сейчас мы просто должны реализовать именно ядро пошаговой боевой системы на Unity. Логично, потому что я работаю на Unity. А уже потом эта боевая система будет обрастать чем-то дальше. Вырастет в игру, не вырастет в игру, кто знает. Есть задачи, сейчас нужно ее реализовать. Я считаю, что гораздо интереснее будет делать это с вами вместе. Поэтому давайте, не стесняйтесь, пишем комментарии, пишем пожелания, пишем мысли по этому поводу. Ну и все. Все. Я рад был вернуться. И спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok